Врата судьбы Этот расклад предназначен для анализа прошлого, настоящего и будущего Сроки вы можете задать сами, самостоятельно, перед тем, как разложите карты Можете не задавать сроки, но тогда определить их будет достаточно проблематично, если вы не очень хорошо владеете значениями карт Если вы уже профессионал в этом деле, то, как говорится, и карты вам в руки Тасуем хорошенечко колоду, думая о человеке, предсказания для которого мы хотим получить Настроившись на экверента, снимите колоду И начинайте раскладывать карты вот таким образом Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая Девятая, десятая Одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая Восьминадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцатая, двадцать первая и двадцать вторая Двадцать третья, двадцать четвертая, двадцать пятая, двадцать шестая, двадцать седьмая, двадцать восьмая Двадцать девятая, тридцатая, тридцатая, тридцать первая и тридцатая То есть в раскладе участвует полностью вся колода из 32 карт. Соответственно, вы смотрите здесь прошлое, причем, скажем так, самая верхняя строка, для меня она верхняя, потому что я сбоку сижу, для вас она самая левая строка, это взаимоотношения с другими людьми. Нижняя строка – это ваш эмоциональный фон. Карты вверху – это настоящие, причем верхняя строчка карт – это повседневные заботы, а нижняя – эмоциональный фон. Ну и, соответственно, карты, которые находятся справа – это будущее. Самая правая сторона расклада, то есть вот эта часть означает ваши поступки и решения в будущем, о восприятии вами окружающих людей. Ну а вот эта часть расклада, нижняя, да, если вот так вот уже смотреть, что это верхняя строка, это нижняя, то эта часть будет означать эмоциональный фон, то есть ваши эмоции в будущем, которые вы будете испытывать по поводу вот этих вот событий и решений. Что ж, трактовать карты вы можете тем способом, которым вы считаете правильным, то есть который для вас универсален, а можете воспользоваться теми значениями, которые я приведу в статье к этому видеосюжету. Там будут очень примитивные значения, буквально одно-два слова по каждой карте, но тем не менее, приловчившись, вы сможете какую-то информацию вытянуть из этого расклада, даже не имея серьезных познаний в значениях игральных карт. Что ж, друзья, я сейчас этот расклад интерпретировать не буду, поскольку он большой, как вы видите, участвует полностью вся колода, и трактовка такого расклада может занять очень большой промежуток времени, а время – деньги, как говорится, его нужно беречь. Соответственно, этот расклад я оставляю на ваше рассмотрение. Если хотите потренироваться, пожалуйста, пишите ваши трактовки, а мы будем уже смотреть и анализировать, что совпадает с реальностью, а что не совпадает. Правы ли вы в ваших суждениях об этом раскладе, или все-таки ваши значения карт в данном случае не рабочие. Берите расклад в работу. Если вы являетесь клиентом, то обращайтесь, заказывайте такой расклад, я с удовольствием помогу вам посмотреть, какие события были у вас в прошлом, в настоящем, и чего вам ждать от будущего. А на этом все, друзья. До новых встреч, до новых видеосюжетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова